Такие заболевания глаз вы знаете. Близорукость, дальнозоркость, синдром ленивого глаза. А еще есть такая болезнь астигматизм. Слышали когда-нибудь? Так вот, оказывается, она часто развивается как у детей, так и у взрослых. При этом человек начинает все видеть в расфокусе. Картинка нечеткая, изображение буквально плывет. Поэтому сегодня я решила узнать все про астигматизм. Почему он вообще развивается? Может ли он возникнуть именно у вас? И что делать, если поставили такой диагноз? Ответы узнаю в клинике «Ясный взор», куда я и пришла. Игорь Эрикович Азнаурян, доктор медицинских наук, профессор, руководитель объединения детских глазных клиник «Ясный взор». Игорь Эрикович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами речь про астигматизм. Вот я слышала близорукость, амблиопия, даже знаю такое слово, дальнозоркость и так далее. Но вот астигматизм, я вообще не понимаю, о чем речь. Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь, а если можно, то даже покажите. Астигматизм может сопровождать все вот эти состояния, которые вы сказали. Близорукость, дальнозоркость. Вот они могут сопровождаться астигматизмом. Если говорить об этимологии этого слова, откуда оно вообще рождается, астигматизм, то есть не сферичность. А это отрицание, да? Стигма – это отсутствие равномерности, отсутствие равномерной сферичности. О какой сферичности идет речь? Ну, глаз – это, значит, такая оптическая система. В этой оптической системе самая главная линза – это роговица. Вот она. Это вот то, что у меня блестит. Вот это такая вот линза, она как часовое стекло вставлено вот сюда. И она прозрачная. Но она еще имеет кривизну. А как мы с вами знаем, преломление лучей зависит от того, какая кривизна. Чем кривее поверхность, тем сильнее преломление. Это все мы знаем с детства. Так вот, в норме эта роговица должна иметь кривизну одинаковую. То есть самая выпуклая точка – это как раз, грубо говоря, где зрачок. Да, это самая выпуклая. А точка, которая самая невыпуклая, то есть на периферии, они должны быть равномерно удалены от зрачка. Если мы скажем, говорить вашими терминами. Тогда наша роговица будет равномерно сферичной, правильно? Она будет стигматичной. А астигматичная или астигматизм, тогда она неравномерно кривая. Вот посмотрите, в моем примере, по этой оси она сильно кривая, да, кривизная очень сильная. А вот по этому меридиану она менее кривая. То есть в итоге вся эта роговица неравномерная? Она астигматичная. Астигматичная. Такой глаз называется астигматичным. Соответственно, лучи, которые проходят вот через эту часть, они преломляются ближе. А лучи, которые проходят через этот меридиан, вот так вот, они преломляются дальше. И вместо одного фокуса, который должен быть расположен вот здесь, вот на экране, вот наш экран, где фокусируется изображение, оно должно быть четким в виде точки. У нас получается два рассеянных изображения. Рассеянных, расфокусных. Понимаете? Да. А это не то, чтобы двоение, оно размазанное такое получается изображение. Вне фокуса. То есть если у человека есть астигматизм, то у него изображение перед глазами расфокусировано. При дальнозоркости тоже расфокусировано. И при близорукости тоже расфокусировано. Но если при этом, при всем еще есть и астигматизм, то этот расфокус значительно больше. Где-то около 17-20% людей имеют это состояние. Если астигматизм развивается с конкретным симптомом, то есть у человека ухудшается зрение, как вообще вы это диагностируете? Как вообще это диагностируете? Ну, помимо банального исследования астратизрения, которое проводится практически понятно как, все о нем знают, астигматизм можно ухватить, когда мы делаем исследование оптики глазной. Вот есть специальные приборы, на которых это можно определить. Ну вот я вроде бы вижу хорошо, но иногда, мне кажется, бывает какое-то помутнение, но это, мне кажется, больше от усталости. Но можем как-то вот проверить, есть ли астигматизм вдруг у меня, например? Давайте проверим. А там на другом глазу нет. Ну вот у тебя астигматизма нету. Все, мы собирайте голову. Ура! У меня нет астигматизма, уже радует. Итак, судя по этой бумажке, вы сказали, что у меня астигматизма нет. А если вы обнаруживаете на этом прекрасном аппарате, что у человека астигматизм есть, что происходит дальше? Вы можете как-то показать какие-то аппараты, которые помогают, собственно говоря? Ну да, конечно. Итак, мы, значит, вот находимся с вами рядом с прибором. Это наша вот такая вот разработка наша, которая позволяет деткам своевременно и эффективно вылечивать последствия астигматизма. Та специфическая амблиопия, которая появляется при астигматизме, она трудно лечится. И вот благодаря вот этому прибору мы сегодня имеем возможность лечить очень быстро и эффективно. Практически за неделю, за две мы можем вылечить всю амблиопию. И после того, как мы её вылечили, мы убираем астигматизм посредством лазерной коррекции. Делаем это мы с 5-6 лет детям, с тем, чтобы в школу они пошли уже полностью зрячими, без очков. Если вы или ваш ребёнок стали хуже видеть и вам поставили диагноз астигматизм, то не стоит расстраиваться. Сейчас это заболевание очень легко и эффективно лечится супер-крутыми мега-технологиями. Игорь Эрикович, спасибо большое за интересный рассказ. Желаю всем, чтобы фокус был один. И на месте. И на месте. Ну а вы любите себя и свой город на сквече. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова